Приветствую, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами мнением о такой большой проблеме человечества, как заболевание, заболевание как рак. Прежде всего, из научной литературы мы знаем, что рак это древнейшее заболевание, его нашли даже в костях динозавров, то есть оказывается, что динозавры тоже болели этим заболеванием. И вот что же это такое, причина возникновения этого заболевания и почему не удается современным ученым найти лекарство для этой болезни, то есть какой-то метод для лечения. Но прежде всего, для того, чтобы понять смысл возникновения раковых заболеваний, нужно немножко углубиться в истоки восточной медицины, в энергетическую медицину. То есть в китайской медицине есть такое понятие, ну и китайская, индийская, йога, там есть такое понятие, как каналы энергетические в теле и чакры. Ну, в настоящее время очень много литературы, можете вполне найти ее в интернете. Коротко смысл в чем? Значит, энергетическое тело наше, оно в принципе совпадает с нашим физическим телом. И так как мы знаем, что наше тело теплое, что оно поддерживает определенную температуру, значит, существует поле вокруг нас. Это несомненно, потому что мы теплые, хотя бы исходя из этого. Мы существа не только чисто физические, а мы энергетические. То есть вокруг нас существует определенное поле. Кроме того, что существует, можно в понимании грубое поле, существует еще очень много тонких, как бы сказать, разная частота длины, длина частоты волны. То есть так же, как в реальном доказуемом научном мире, в котором мы знаем, что радиочастоты бывают различные частоты, длина волны. Так же и в тонком теле человека. То есть человек это более совершенный механизм, чем тот, который мы пока, современная наука может измерить, будем так сказать, говорить. Значит, получается, что есть мысль, которая вполне материальная. Так же, как килобайты и мегабайты информации мы в интернете пересылаем. Так же люди представляют себе примерно такой же компьютер, более совершенный, который в себя все функции коммуникации имеет в себе. Поэтому это энергетическое поле внутреннее, оно имеет каналы, по которым энергия идет. Не будем углубляться в, как это все происходит, потому что я не являюсь специалистом всего общее познание, но мы всегда можем почувствовать нечто. Если сейчас мы говорим о раке, значит, вся проблема возникновения ракового заболевания лежит в, прежде всего, эмоциях, которые доминируют в нашем сознании и, соответственно, теле, отражаются в теле, и сексуальной энергии. То есть, у особей с открытыми сексуальными, такими незапрепощенными желаниями, рак гораздо менее проявляется. Почему? В восточной медицине говорится таким образом, что злость убивает печень. То есть, злой человек, страх убивает почки. И еще много-много таких вот высказываний, которые характеризуют, каким образом эмоции влияют на наше тело. Идя далее, можно сказать, что рак, как таковой, является заболеванием сдерживаемых эмоций. Это значит, что человек по натуре с рождения как бы злой. У него есть такая эмоция, как злость. Он вспыльчивый такой. И под влиянием внешних условий ему говорят, нельзя злиться от маленького мальчика. Нельзя. И он учится сдерживать эти эмоции. Ежели он будет вести нормальную сексуальную жизнь, открытую, то есть незакрепощенную, то возможно, что этот рак не заатакует его печень. Почему? Потому что сексуальная энергия, она настолько сильна, что она как бы, когда она поднимается по всему телу, она заряжает организм энергией. Она насыщает. Она насыщает тонким, тонким уровнем. Все остальные эмоции имеют гораздо более грубую энергию, неж сексуальной. Поэтому сексуальная пробивает все и не знает преград практически. Поэтому, возвращаясь к тому, что рак является заболеванием сдерживаемых эмоций, мы можем пойти дальше. То есть, когда человек полон страха, а внешне старается его укрыть, у него со временем начинаются отложатся камни в почках. То есть функции почек угадают. Если женщина сексуально, а муж пьяница или же импотент по тем или иным причинам, женщина порядочная и она сдерживает свои сексуальные эмоции, получается так, что у нее рак матки, рак кисты возникает. Если же женщина более чувствительная, кожная, сильные инстинкты материнские, она их не получает. То есть в близости такой поглаживание, у нее рак груди начинается. То есть во всех этих раковых заболеваниях ключевую роль играет прекращение сексуальных взаимоотношений, сексуальных эмоций. Сексуальные эмоции, они как бы смягчают и насыщают организм. То есть не говоря, не говорю о сексе, грубо так, секс. Простое рак, простое поглаживание, прижатие в семье, достаточно для того, чтобы какая-то близость, достаточно для того, чтобы рак как бы перестал прогрессировать. Или же даже, чтобы он не начался. Очень много, в большинстве своем, рак начинается в определенных группах, то есть в семье. Очень много примеров вокруг, когда мужчины страдают раком легких. В этот момент нужно заметить, что в семье, и не находятся, женские особи доминируют. То есть бабушки или жены, они доминируют, они властные, они твердые такие, леди, которые любят командовать, они очень иногда веселые, они шумливые, или они твердые такие. То есть получается, что мужчина в этот момент, он не получает душевного тепла, не получает ничего. Просто он в подавляемом состоянии. Плюс, конечно же, внешнее курение, алкоголь, особенно курение на легкие влияет, отсутствие энергии на уровне в сердце, в груди здесь. И поэтому это предрасполагает к тому, чтобы начались какие-то проблемы в этой области, как таковые. В большинстве случаев такая проблема, как в желудке возникает, боли в желудке, прободение, язва желудка. Это же не что иное, как изначально боль в желудке. Это судороги организма, в котором в определенном месте не хватает энергии для того, чтобы функционировать. То есть отсутствие энергии. Вот оттягивается. Это же все, если взять восточную медицину, это все работа чакр. Здесь находится в солнечном сплетении чакра, которая гонерирует страх. То есть вот здесь именно получается так, что если рядом с вами невротическое существо, то есть жена или муж, женщины как бы чаще в этой роли выступают. Поэтому так говорю, хотя это не факт. Вот. И поэтому выступает в роли каждое направленное внимание на вас, может просто-напросто здесь, ну невротическое внимание, со страхом. Оно здесь может отток произвести, отток энергии у вас. И получается, что желудок зависает, он вяленький, такой работает еле-еле. А вы еще любите покушать. И вот вы покушали, пища стоит, подгнивает там. И потихонечку это самое. То есть и судороги. Когда уже очень мало энергии здесь, судороги возникают. И так же, как на ногах, такие же судороги возникают в области желудка, в мышечных стенках желудка. Отсюда боли. А прободение, это уже когда пища действительно там стоит, начинает разлагаться. Сначала раздражение стенок желудка появляется. Потом дальше больше, если систематически не обращать на это внимание, то получается, что и язва происходит. То есть это в большинстве случаев своем связано с близкими невротически нами людьми. Хотя бывает так, что и человек сам является невротиком, и сам виноват в том, что у него много стрессов, много невротизма, который, когда он происходит, просто выплеск энергии отсюда происходит, он ее отдает, и здесь мало энергии. То есть в этом отношении. Люди более эгоистичны, которые на первом месте их я, этих хоизм, они любят командовать всеми. Если они себя сдерживают в своих маневрах, вот этих межличностных отношений, у них начинаются проблемы с элитами, с кишечником. То есть в этом отношении. Именно это вызывает, именно эмоции, доминирующие в нас, говорят о том, что какой вид рака у человека может возникнуть. А возникнуть он может только тогда, когда человек уже начинает в этих эмоциях своих зацикливаться, и для него начинает сексуальная проблема уже отходит на второй, на третий, на десятый план, до полного уничтожения, будем так говорить. Только те, которые заживают до старости, до глубокой старости, которые сберегают свою сексуальную энергию. То есть никакой невроз не может тогда повлиять на потенцию, как у мужчин, так и у женщин. У женщин иначе, у мужчин иначе. Но суть того, как возникает раковое заболевание, я, по-моему, нарисовал. То есть все нужно искать в эмоциональном плане человека. Если он не зациклен на чем-то, и проблемы лучше злому человеку покричать, сексуализм лучше удовлетворить, иначе будут проблемы. Удовлетворять, не только сделать это раз, это постоянно нужно свое тело каким-то образом удовлетворять. Его потребности, даже потребности в злости. Я думаю, что бизнесменмены нашли бы выход, если при каждой какой-то в баре сделать комнату, где матами обить стены, 10 рублей за минуту прячься человека, чтобы он пошел там, покричал от души, чтобы он выплеснул все это самое, вышел оттуда, выпинул. К сожалению, у нас очень слабо развита такая момент исповеди. То есть лучше всего скидывает накопленная исповедь, чисто полное признание высказывания всех своих проблем человеку, который чистый. У нас где взять чистых людей? Батюшки тоже имеют свои проблемы и в голове, и везде. То есть, если есть возможность у вас найти святого, чистого человека, придите к нему, выплесните, и этого будет достаточно. Если у вас нет этого, тогда нужно действовать экстремальный способ, то есть удовлетворять свои какие-то эмоциональные потребности. Даже страх можно удовлетворить. Нужно признаться в страхе. Нужно видеть его. Когда вы его видите, он просто растворится. Здоровье. И желаю, чтобы у вас, все, кто слышит меня, излечилось, и рака вообще никогда и не появилось. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok